Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. My life is my life. Обращайте внимание, это нервное. Что? Короче, это были, зайка, 15 минут какого-то нескончаемого позора, эта презентация. Потому что... Ты уже заносила эту пролеенную девочку? Нет, это презентация с моим успешным... На красный, блин, нельзя ездить. Один на скейте по кампусу ездит, мне написано, наверное. Поэтому на красный можно, блин, нельзя. Ты куда прешься? Сегодня у нас была презентация с моей командой по успеху. Зайка, куда мы ходили, куда мы ездили, встречаться, где мы долго и упорно переделывали слайды. И что я вижу... Которые сделали под тебя. Да, и что я вижу... Сегодня утром, когда я уже думала, блин, ну раз географийца нас чуть-чуть раньше отпустила, надо что-то готовиться сегодня... Короче, учебка сказала так, кто сегодня будет делать презентации, два дня на презентации, все получат экстра-поинты за это. Ну мы, конечно, решили делать, да? Зай, я открываю. Я вообще подумала, что мне случайно еще доступ открыли в другую презентацию. Переделаны все слайды. Моих слайдов нет. Все переделано. Переделано в какой-то хаос, да? А куда твои делись слайды? Зай, у нас же каждый член нашего кружка мог открывать эти слайды и делать с ними все, что хотеть. И кому-то... Кто-то решил, что это не нужно? Кто-то решил сделать лучше. Потом, при более детальном рассмотрении, я все-таки нашла информацию, которую я описала в своих слайдах, но в другом месте. Естественно, если мы о каком-то порядке что-то представляли, кто как будет говорить, да, мы не смогли договориться, потому что мы ничего не смогли обсудить. Все вытаращились на этого джуниора, его имя такое, так зовут джуниор. Мы говорим, что ты надел? Где наш... Ну, я вот посчитала, и что-то там, короче, гонит, что вот он посчитал так, он там с кем-то посоветовался, короче. Ты бы с нами посоветовался, можешь, как бы, команда одна, да? По итогу... Ну, вот такой отзыв и напиши, значит, это же вы там будете писать отзывы? Мы уже сдали наши отзывы. По итогу, в общем, первая группа вышла, и мы поняли, что мы можем вообще уже не выходить, и нам и так хорошо. Они очень хорошо были подготовлены. Конечно, тут я поверю, что они бы потратили много-много силу на все это. Но если бы мы сохранили первый вариант, о котором все договорились, и каждый выходной я готовился, да, то мы бы... Так как он так переделал? Ну, вот так переделал, он посчитал в одном стиле, потому что то, что... Потом у нас мальчик... Ну, я его Андрей называю, но у него Эндрю как-то там, ну, короче, Андрюх... Он какие-то слайды дополнял, и они выглядели немножко по стилю, не так, как, скажем, все. А этот красавчик вообще все переделал. Если он дополнял, он, может, должен был придерживаться стиля заданного? Я не знаю, кто там что должен был придерживаться. Ну, факт, что доходит очередь до нашей компашки. Ну, мы вышли... И потом, перед тем, как решить выступать, вы должны были, наверное, посмотреть, готовы ли вы выступать? Или вы просто сразу мы выступаем, а потом смотрите, а там и выступать-то нечем? Нет, так я это увидела еще до начала класса. Надо было сказать, что, может, следующий класс... Я сказала, говорю, что, может, мы лучше в среду выйдем. Ну, девочка, это такая, ну, так зато экстра-пойнты. Я говорю, так ты понимаешь, что нам, говорю, хорошо бы, блин, этими экстра-пойнтами носить вытянуть тогда, потому что мы не сможем, как бы, ничего рассказать. Я говорю, я просто не понимаю, когда моя часть презентации, когда что. Из-за того, что все разнервничались, этот Андрей, ну, Андрей, короче, на этого Джинера, говорит, что ты натворил, говорит, что тебя не устраивает. Я посчитал, я посоветовал, с кем ты там что советуешься. Ну, в общем, по итогу это на нас такая. Идите, мы вышли. Ну, все, начало с большего еще выдержало набора, потому что начало особо, он, понимаешь, он поменял картинки, но он не особо менял текст. Да, и там просто рассказали о этом месте, рассказали об истории, как это место было организовано, там, бла-бла-бла. А уже потом, да, когда началась вот эта фигня, а сейчас твоя часть. Я это не готовил. Кто я часть? И мы, как придурки, этот пультик передаем, понимаешь, чтобы слайды листать, да? Ну, вот... И не понимаете, свои слайды не узнаете. Потом... Сереж, я была готова, что у меня... Вначале я делюсь своим опытом о том, как я делаю интервью с работником этого места, потом я рассказываю о том, как я научилась, блин, себя, там, короче, графики составляют, чтобы балансировать и между учебой, и между этим... Ну, короче, как я оправила свои soft skill во все это, блин. А там какая-то фигня вообще редкая, я не узнаю ни слайды свои, ничего. Ну, в общем, мы тусовались. Ну, в общем, что-то там по итогу, блин, как-то мы вытянули это. Так получается, еще ты из-за свой кусок работы, блин, как опозорилась. Ну, типа, да. Я говорю, это было... Ну, да, 15 минут, потому что 10 минут была презентация, и 5 или 7 минут она спросила какие-то уточняющие вопросы, и потом же еще у нас все в классе решили что-нибудь поспрашивать. Мы и так уже все стоим, знаешь, как не в хорошем настроении, еще что у нас есть всякие дотошные товарищи. А можно, говорит, вопрос, спрашивает Ванесса? Мы такие думаем, ах ты, конечно, можно, да. И вопросы мне, а что вы все время говорите special needs, special needs? А что это значит? А с какими диагнозами там люди были? И я такая... И на меня смотрит. Я думаю, что на меня вообще смотришь? Смотри на них. Вот смотри, вот нормально. Спроси у них, чего ты у меня спрашиваешь. Я говорю, ну, знаешь, как тебе ответить? Говорю, мы же, говорю, не имели права ни личные дела какие-то читать. Я не знаю, говорю, с какими там диагнозами люди были. Говорю, special needs? Говорю, как ты соберете только, блин, красивым словом. Говорю, там разные люди есть. Нет, ну это больше типа с ментальной задержкой или с какими-то физичными. Вот знаешь, нафига тебе, блин, 18 лет эти подробности. Сиди, ты готовься к своей презентации. Я говорю, тут и так этот какой-то нервяк получился, да? Ну и, в общем, она все время строчила что-то, учительница. Она сидела на задах там, короче. Ну я так глазом кидала. Ну, более нормальная часть у нас получилась, которую, в общем, мы договаривались так, что к этой части никто не готовится коллективно. Зайка, где-нибудь динозавров железных поставили. Не стоят здесь зайка уже лет 5, наверное. Как мило. У тебя, блин, розовые очки упали. Ну, блин. До этого ты видела там чебураш? Какой-то, типа, урок из этого вынес. И мы договорились так, что, типа, каждый готовится по отдельности. Это не будет какое-то коллективное творчество, а что, типа, Джуниор, Андрей, девочки, имя я бы выговорить не могу. И я. К чему готовить? Ну вот к этой части мы просто напишем, какой урок, типа, какой жизненный урок мы вынесли. Потому что это нужно было. Это была часть презентации из нашего времени, что мы волонтерили в этом. А, то есть в конце презентации там что-то еще. Выпрезентолог. И мы решили, что никакого коллектива, просто каждый за себя расскажет, потому что каждый мог для себя вынести. Вот эта часть у всех получилась. Ну, она единственная получилась нормально. Ну, и, в общем, она такая, ну, там, ля-ля-ля, молодцы, молодцы, хорошая работа. Ну, и закончилось все уже, значит. Она такая, не забывайте подписаться, в понедельник у нас пати большое. Насчет этого самого, ой, окончания, типа, учебы. В понедельник пати, а в среду она приглашает просто на определенное время на конференцию обсудить твою оценку и свободен сразу после конференции. Прям очень удобно. Мне поручится, учитывая, что у меня в 11.45 конференции и закончится она, я думаю, в 12. А следующая пара у меня начнется в 2. Прям очень удобно получается. Так это уже на следующей неделе заканчивается. Да. Так она не получится, она хуже оценку поставит, если бы вы вообще не выступили. Нет, мы уже свою оценку знаем. Она такая говорит, я буду, она на нашу группу уже написала, типа, как, ну, фидбэк это, да. Ну, и мы сели, почитали, ну, ничего там, в общем, если бы не эти 5 экстра поинтов, мы получили 7. Так мы получили 5. А если бы вы не делали презентацию, чтобы вы получили ничего? Ну, за, мы бы по нулям получили, так мы получили свои 84 поинта, а так мы бы 0 поинта получили. Это было очень слезово. Уж лучше было выйти и попозориться, понимаешь? Это был лучший вариант. Ну, в общем, я не знаю, делали мы на каких-то других классах презентации. Не могу сказать, что мы тратили очень много на это времени. Мы встречались, мы что-то обсуждали. Но чтоб так тупо ображаться, зачем он это всё менял? Ну, в конце, короче, когда мы сидели коллективно, читали этот фидбэк от учителя, она такая, я хочу его назад, я должна его, типа, к вашей презентации приложить, туда-сюда. Я у него просто спустил, говорю, джиннирую, почему, почему ты ни с кем из нас не посоветовался? Это же, говорю, касается не того человека, кто тебе, этот человек заканчивал этот класс, он, типа, тоже делал та похожую. Я говорю, не важно, что мы заканчиваем. Заканчиваем. Ты понимаешь, говорю, что мы, говорю, как команда, и ты подвёл всю нашу команду. Этот Андрей такой говорит, типа, говорит, ты понимаешь, что, говорит, у меня теперь great, типа, если раньше я лавировал между A и B, теперь я буду лавировать между C и B. Офигеть, можно. Это я вот прошло и говорю. Понимаешь, девочка эта с трудно выговариваемым именем, блин, вообще такая чего-то сидела, ну, тоже ведь не расстроена. Я говорю, ты, конечно, ну, хотелось ему по-русскому сказать, ну, думаю, он же ж не поймёт. В общем, я ему сказала, что он испортил день всем. Я хотел делать, как бы, типа, как лучше для нашей команды. Я проконсультировался с человеком, который экселент был в её классе, кто, типа, знал, как сделать презентацию. Да какой-то бред он говорит, честно говоря. Так я понимаю, если бы он это сделал, и вы это обсудили хотя бы, чтобы знали, что по чёмку вы хотите. Да, он бы в пятницу в наш этот общий чат написал, ребята, я поимел тут, блин, беседу с человеком. Внёс изменения, быстрее смотрите. Да, давайте смотреть, вам нравится, и создай альтернативную версию, скажи, зайдите сюда, вот этот человек, кто сделал эту работу на Эль, сказал, ребята, у вас лучше. Серёж, если бы я с пятницы начал разбираться, где моя часть, ну, блин, к понедельнику я прозабралась. Так тебе не опустился? Нет, я всё равно и получу. Ну, ну, просто понимаешь, но это же неприятно, когда ты не ходишь и чувствуешь себя идиотом, ты говоришь, что парень с Эй упал на Би и ниже, а если бы вы не выступили, он бы не упал? Серёжа, всё же калькулируется по вот этим оценкам, понимаешь? Ну, вот смотри, по-простому, если у нас пять заданий, по десять баллов. но ты сказал, что они все выступят, что они все будут делать презентацию? Нет, одна часть, крался, сегодня группы делали, а другие в среду, по-любому. То есть выступят все? Выступят все, но просто... что тут в среду выступили тогда? Все вцепились в эти пять экстра-поинтов, понимаете? типа, сегодня были пять экстра-поинтов, завтра... Если кто первый смелый, типа, в среду бы их не был, всё, я понял. не был. Почему? Все рвались, ну, просто мне кажется, это было глупо за эти пять экстра-поинтов. Просто ты так сказала, что я не сразу не понял, я думал, что всем, кто сделает презентацию и дают экстра-поинты, а кто не сделает, тот по нуля. сегодня, типа, потому что мы смелываем и в первых рядах, Я понял. Но мне кажется, это была группа за пять поинтов этих цепляться, когда мы все по итогу поняли, что мы нифига не имеем представление, что делать. Попозорились мы 15 минут, сели в конце, после нас еще группа за ступору, и потом она подошла и говорит, сейчас я возра... ну, там в Мфитбеку узнаете свои оценки, ну, говорит, я его должна забрать назад. И мы дружно читали, что она, ну, какие она заметки нам оставила о нашей работе. В общем, поставила она нам 79 паров, это получается СИ, если бы не вот эти пять экстра поинтов за то, что мы первые, вообще в целом, просто нашу работу наоценила... Так, пик очень получился. Да, послушай, в целом нашу работу она оценила на СИ, и за счет того, что у нас эти были пять экстра поинтов за то, что мы вызвались, так сказать, первые, то получилось плюс 5 паров, это получилось 84, 84 это пик. и в том, что она для нас записки сделала, она написала, что я вижу, что вы тяжело и много работали, вы старались, но для меня, типа, а, она сказала, я знаю, потому что мы же несколько раз там ей докладывали, как мы тяжело и много работаем при подготовке к этому, она написала, я знаю, но для меня ваша презентация выглядит так, как будто, типа, собралось 4 человека и решила что-то показать на какую-то тему, что нужно было больше репетировать, больше уделить там внимание подготовкам и всякой. грустные разошлись. И что этот клоун сказал, который все попортил на это? Он старался как лучше, он старался как лучше, он думал о нашей команде, он своеобразно думал о нашей команде, потому что я думаю, что если бы мы вышли с нашим первоначальным вариантом, и учитывая экстра поинты, даже если бы где-то там чего-то и налажали, то все равно бы у нас эйба получилась, а так, конечно, если бы на это вообще не поддается никаким комментариям. Поразит, короче. Вот почему я, Зая, не люблю всякие эти командные работы, потому что когда ты делаешь сам, ты отвечаешь за то, что ты делаешь, правильно? А когда делает команда, тем более с этим допуском, что каждый может исправлять что угодно, да, то это фигня полная. В общем, пойду я Сашку сперу. А вы были на канале Наша жизнь в Америке, на канале Нью Лайф Ис Май Лайф. Так быстро все сковородится. И увидимся в следующем лизе. Нету времени, мы торопимся. Пока-пока. Бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова